Из дневников Георгия Буркова. «У меня нет родины, ибо у раба ее не может быть. Но если она у меня есть, то внутри меня. И так у многих. Но мы живем на чужой территории, нашу родину оккупировали коммунисты. И никогда коммунисты не представляли интересы рабочего класса. Никогда. В основном это осколки и неудачники из всех слоев русского общества. Они истребили основу, крестьянство и интеллигенцию. Легкость, с которой мы входим в чужие страны или вводим туда оружие, Чехословакия, Венгрия, Польша, ГДР, Афганистан, Куба, Никарагуа, Китай, Вьетнам и многие другие, говорит о том, что Запад вооружился не зря. Мы профессиональные агрессоры. И не отказались до сих пор от идеи мирового господства, скромно называя эту идею мировой революцией. Победа в Великой Отечественной окончательно развалила русских. И, естественно, позволила большевикам держаться до сих пор. Ведь победа дала право думать, что путь правильный. Лагеря, соцреализм и прочее. И бескультурье. Падение в будку. Мы выбрали родное рабство, рассчитывая на то, что у коммунистов оттает сердце. Дураки. Мы ввергли себя в большую глупость и униженность. Дело еще вот в чем. Война не дает повод для геройства, не с той, не с другой стороны. Война – это грязь и убийство на самом дне сознания. Геройство создают идеологические подонки. Выбор между двумя фашизмами. Что может быть мучительнее? Но я никогда не скажу, что выбор был сделан правильный. Раб на выбор не способен. Такова судьба. Раба. Придет время, и Васю упомянут те, кто его унижал и убивал, как своего соучастника строительства коммунизма. Ведь он был коммунист? А иначе не подпустим к кино и литературе. Его принудили. Все коммунисты вступили в партию корыстно, из-за карьеры. В партию принимают определенное количество умных и талантливых людей, взятых как бы в долю, ибо обойтись без них нельзя. Даже при Сталине. Хотя именно умных и талантливых, да еще с характером, он терпеть не мог. Но процентно больше должно быть рабочих, монополия на рабство, то есть людей темных. И вот при помощи этих озлобленных и голодных рабов заставляли трудиться талантливых и умных. И они работали тоже в рабстве на партийную элиту на новых хозяев. Люди вне культуры выращиваются в стадии, в строю горшечников, октябрят, пионеров, солдат, заключенных, демонстрантов. Не искусство, а зрелищ жаждет homo sovieticus. СССР – это огромная зона. Социализм – упадок требовательности к человеку, нарушение законов природы. Социализм – отказ от опыта меньшинства. Меньшинство – цвет наций. Нужна новая демократия, которая учитывает интересы большинства, чтобы они не сдохли и не убили друг друга из-за бездарности, выражает которые только меньшинство. Но не меньшинство из большинства, то есть проходимцы, пусть талантливые, но проходимцы. А меньшинство, выбранное генетически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова